Вы попали в зону комфорта. Подкаст, где мы обсуждаем предметы, тенденции и инновации, которые делают жизнь сотрудников комфортнее. Меня зовут Виктор Владимиров, и каждый выпуск я разговариваю с профессионалами, которые знают, как любое пространство сделать функциональным и вдохновляющим. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе с Комусом, комплексным поставщиком товаров для вашего бизнеса и дома. Сегодня мы поговорим о том, как организация школьного пространства влияет на обучение, здоровье и безопасность детей и учителей. В гостях у нас руководитель направления образования в компании Комус Нина Бойко и Ирина Маркелия, руководитель проекта по стратегическому развитию школы «Дмитрский». Добрый день, коллеги. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня такая погода на улице, прям максимально осенняя. У меня почему-то она ассоциируется со школой, со школьными временами. У вас есть такие ассоциации? Осень – это всегда 1 сентября, прохладная погода и сбор портфеля в школу. Вот это в полусонном состоянии, когда на одну ногу натянул штанину, на вторую руку берешь в портфель и вспоминаешь, пытаешься вспомнить, какие у тебя уроки сегодня, да, вот это вот состояние. Так хочется дома остаться и не может. Да, главный плюс – потом приходишь в 3 часа домой, и ты уже можешь… Смотреть мультики. Да, да. Ну да, во взрослом возрасте уже мультики просто так не посмотришь. Хорошо, тогда первый вопрос. Ирина, вопрос к вам. Расскажите про школу, которой руководите. Как она устроена вообще? Ну, а у нас школа Дмитровская, она довольно-таки современная. Это не просто пространство, где дети учатся, они еще и развиваются, у них там зарождаются новые идеи, благодаря правильно построенной эргономике нашей школы. У нас школа оснащена довольно-таки современным оборудованием. У нас есть классы робототехники, прототипирования, 3D-моделирования, медицинские классы, медиа, риэл-студии и предпринимательские классы, где к нам приезжают спикеры. Мы считаем, что школа, она является такой некой базой для инвестиций в будущее ребенка. То есть довольно-таки важно, где ребенок учится, как ребенок учится, а к тому же, какие педагоги с ним вместе занимаются. Это основная часть, которой мы уделяем большое количество времени в нашей школе. Круто. Современные школы сильно отличаются от тех, которых училось большинство людей нашего поколения. Вот с чем вообще это связано? Не с тем ли, что образование стало более демократичным и появилось много авторских методик обучения? Давайте вспомним наши школы, где мы с вами учились. Это были меловые доски, где мы писали мелками. У нас были парты, где мы сидели по два человека. Они были определенным образом построены, ничего педагог поменять не мог. Сейчас, конечно, в каждом классе это интерактивные доски, это современное оборудование, компьютеры, интернет. И такой подход позволяет детям поглощать большое количество информации и динамично проводить уроки, соответственно, преподавателям. Поэтому сейчас в эру технологии, естественно, использовать ту оборудование, которая была в наших школах, мы просто не имеем права. Поэтому каждый класс оснащен максимально так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, а педагог интенсивно проводил занятия. То есть настолько все интенсивно, что даже, получается, нет надобности вводить дежурных в классе, которые будут ходить за тряпочкой, да? Абсолютно нет. Плюс ко всему мебель, как раз если мы говорим про эргономику классов, мебель у нас такая, что она может трансформироваться под каждый урок. То есть сейчас важно, чтобы ребенок развивался в своей области, в своей среде. Поэтому все мы специально оборудуем таким образом, чтобы максимально можно было трансформироваться и интенсивно провести занятия. Я бы тут тоже добавила, что в целом такой тренд поколения – это переход от коллективизма к индивидуализму и развитие вот этих софт-скиллов, как их называют. Я думаю, что это связано с тем, что развивается активный искусственный интеллект, новые технологии, которые заменяют многие профессии сейчас, многие действия. И поэтому очень важно найти вот этот индивидуальный подход и развить качества, которые машиной заменить нельзя. Вот. Также хотелось бы отметить, что та скорость, с которой мы получаем сейчас информацию, обрабатываем в том ритме, в котором мы живем, раньше такого не было. И поэтому, чтобы адаптироваться к этому и быть способным, обладать навыками того современного мира, в котором мы живем, необходимо использовать эти технологии. Потому что они позволяют тоже быстрее перестраиваться. Так же, как Ирина говорила про мебель, которая трансформируется. Потому что нужно быстро. Нужно здесь, сейчас. Нужно перейти от индивидуальной работы к групповой работе. Очень хорошее замечание. Я просто делал обзор на школу Летова. Может, слышали? Слышали наверняка. Да, мы работаем с ней. А, серьезно. Меня там, знаете, что поразило? То, что у них стены трансформируются. Не просто мебель трансформируется, у них стены, перегородки убираются. Я такое видел только в офисах. Ну, то есть, когда нужно какую-то переговорку сделать под какое-то пространство, которое превратится в, не знаю, конференц-зал, либо там, не знаю, пространство для мероприятия какого-то. Такое с классами сейчас делают. То есть, перегородку убирают, и получается два класса, как огромная аудитория. Это очень классно, потому что для такого формата обучения, как вот вы сказали, то, что выбирают студенты, причем школьников сейчас называют студенты в таких современных школах, потому что они действительно выбирают направление обучения, по которому они будут, в общем-то, обучаться далее. Студенты могут посещать прям буквально потоковые лекции. Но только они будут по 40 минут, а не по пары, как в университете. Это потрясает. Это очень круто. Мы о таком даже мечтать не могли. Это тренд нового или тенденция нового мира такая? Да, у нашей школы точно так же все организовано. Нина с коллегами тоже из Комуса к нам приезжали, все смотрели. Некоторые части нашей школы тоже оснащали с помощью Комуса. У нас трансформируется абсолютно практически вся школа. То есть, у нас есть этаж IT-полигона, который может резко при каких-то массовых мероприятиях перекрыться и превратиться просто в актовый зал, можно так сказать. Круто, круто. Да, и плюс ко всему мы используем прозрачное пространство для детей, где также приезжают спикеры, им рассказывают интересные сессии. И дети абсолютно не смущаются, когда мимо коридора кто-то проходит или смотрит на них. То есть, для них, наоборот, открытое пространство – это повод развития и такой нескованности, скажем так. Ну и в целом это же мотивирует детей к обучению, что они видят, что под них подстраиваются, им предлагают новые актуальные решения для них, обращают внимание на то, что дети растут с гаджетами, они растут в этой среде. И для них важно, чтобы вокруг них была эта комфортная среда. И школы, так же, как и компании, мы сремнуемся уже давно не за товар, мы сремнуемся за сервис, который предоставляет компания. И так же в школах. Есть же определенная конкуренция, да, и поэтому очень важно выделиться и создать комфортные условия, которые будут мотивировать к обучению. Это очень важный момент, который вы сейчас упомянули, то, что школы стали подстраиваться под школьников. Не школьников заставляют подстраиваться под правила, а школы им навстречу тоже идут. Это же очень сильно подкупает. Это заставляет человека мотивированно обучаться. То есть, в мое время в школе я не понимал многих вещей. И они как раз меня останавливали в обучении. Ну, то есть, я не понимал, зачем вот мне сейчас идти на вот этот вот урок, и зачем мне идти изучать конкретно вот это. Чем оно мне поможет в жизни? И многие мои сверстники, они с этим же сталкивались. Это заблуждение на самом деле, но нам просто не могли донести правильно, зачем нам это нужно. Сейчас, я так понимаю, эта тенденция, она как-то преодолена. Конечно. У нас даже есть управленческий совет наших школьников, где мы у них берем обратную связь. Допустим, у нас была ситуация, ну, во всех школах заболеваемость детей. И мы собрали детей и уточнили у них, как вы думаете, что может способствовать уменьшению этого процента заболеваемости в нашей школе. Они сказали, что честно, когда мы идем в столовую, нам очень лень открывать краны и мыть руки. Поэтому мы им сделали специально бесконтактные, соответственно, чтобы они не открывали краны, сенсорные дисплеи, где они, соответственно, могут и помыть руки бесконтактно, и, плюс ко всему, зайти в столовую тоже бесконтактно. Это сократило время, которое они тратили до этого, и тем самым у них появился интерес помыть руки очень интересным способом. Плюс ко всему они сказали, что кулер, обычная вода, это неинтересно, кулер с теплой водой тоже так себе, а давайте добавим минеральную воду и газировку. Мы говорим, окей, и мы сделали кулер с минеральной водой. Теперь к нам и взрослые тоже приходят пить минеральную воду. Класс. Самое любопытное то, что запросы адекватные просто. Да, да, конечно, но мы еще их фильтруем немножко, да. Там не попросили кока-колу, а газировку? Просто газированную водичку нам, и теплую. Что очень интересно, как сказать, говорить, с открытого пространства, у нас в школе есть такие дни, когда дети сами выбирают себе песни, они ставят себе у диджея песню, да, и вся... Диджея? Подождите, вы сейчас сказали, у вас в школе есть диджей? Да, у нас в школе есть дни, да, когда приходит диджей, и мы с помощью колонки ставим любимые их треки. Иногда бывают такие черные глаза, и мы в кабинете такие стоим, танцовываем черные глаза. И дни, когда они в караоке поют. То есть они включают себе песню, и всем коллективом, всем классом поют дружно в караоке. Конечно, это такая невероятная коммуникация, и командная работа идет, что они не то, что хотят бежать в школу, а я даже не представляю, что вот как раз-таки вернемся к вопросу нашего времени, чтобы в наше время можно было в караоке в школе впеременном спеть что-то. Звонок для учителя был? Да, а звонок у нас вообще нестандартный. У нас там какие-то песенки тоже идут такие, как это, мелодии так. В общем, необычно, нестандартный звонок. И плюс ко всему у нас еще есть Sony PlayStation, когда ребята тоже могут на пофиг поваляться и поиграть в Sony. Да, я приезжала в школу, Карине, и, ну, действительно уникальная школа. Видно, что как руководство именно интересуется тем, что нужно детям, и в каждое помещение оно создано для детей. И в каждом помещении ребенок может раскрыть свой потенциал или вот где в Sony PlayStation, да, отдохнуть, спокойно расслабиться. Я бы прям хотела учиться в этой школе. Ну, опять-таки, почему мы ввели Sony PlayStation? Потому что после того, как они поиграют, мы даем им мотивацию, что теперь мы эту игру можем самостоятельно создать на уроках программирования, поэтому переходим в кабинет информатики. И все туда, естественно, мы зарождаем то семя, где вырастает большое, огромное дерево знаний и науки. Вот, поэтому потом после этого, да, мы переходим в кабинет информатики, и они там с большим удовольствием уже создают какую-то свою игру. Круто. Да, если раньше школы, они давали общие знания, и ученики, мы, да, с вами, когда заканчивали, мало кто понимал, о чем хочет заниматься дальше, а в чем мой талант. И этот талант приходилось искать еще потом долгие годы в институте и после него. То есть сейчас уже в школе можно раскрыть этот потенциал, попробовать себя в определенной профессии и даже попробовать себя бизнесменом. Это очень круто. То есть есть какие-то бизнес, какие-то кружки? Или как это? У нас вообще целый класс предпринимательский. Ах, вот как. Да. Седьмого класса у нас дети выбирают себе направление. Медицинское направление, медиа, предпринимательское, инженерное. Для инженерного класса у нас целый IT-полигон, как я уже рассказывала. Предпринимательский класс, они тоже занимаются предпринимательской деятельностью уже со седьмого класса. Ну и тем самым мы уже со седьмого класса готовимся к ОГЭ. То есть по этим направлениям они себе выбирают предметы, по которым будут готовиться. И да, что важно, что не всех единым потоком прошли эту ступень, переходим на следующую, и никак иначе, а что в зависимости от того, какой потенциал у ребёнка, дальше распределяются потоки его обучения. Круто, круто. То есть это каким-то тестовым образом узнаётся, да? Тестовым, конечно, тестовым образом, плюс в общении с родителями, потому что бывает такое, что родители говорят, мы семья медиков, и наш ребёнок будет медиком. Мы говорим, нет, у вашего ребёнка инженерный склад ума, поэтому мы будем инженерами. И, конечно, мы какой-то компромисс ищем точки соприкосновения. Биоинженер, конечно. Мы тут же показываем родителям перспективу, как это можно применить инженерию в медицине в том числе, и, конечно же, ищем точки такие соприкосновения. А детям это, безусловно, нравится, потому что сейчас в современном мире любой человек хочет быть услышанным. И ребёнок, когда понимает, что, да, играют в его правила и дают определённую траекторию обучения, всем детям это нравится, и это очень сильно мотивирует. Но на самом деле это не только в современном мире. Это и в нашем мире было. Нам хотелось быть услышанным, но просто не всех слушали, скажем так. Система такая, которая подавляла эту волю. Если мы будем давать детям волю к самовыражению, то вполне вероятно, что мир приорзится. Это через 50. Хорошо, мы поговорили сейчас про учеников, про то, как их быт, про то, как они выбирают направление. Давайте попробуем поговорить про то, как влияет устройство пространства на развитие критического мышления, креативности и любопытства у детей. Вот что из внутреннего убранства, что из каких-то архитектурных решений влияет как раз-таки на развитие критического мышления у ребят? Ну, во-первых, это свобода действий. То есть в каждом классе ребёнок не скован, у него каждый уголочек чем-то, как мы уже говорили, оборудован. И там уже есть все ресурсы для того, чтобы максимально креативить и мыслить. Но при даже правильной эргономике, если нет правильного взрослого рядом с этим ребёнком, то может всё просто провалиться. Поэтому здесь обязательно мы смотрим, кто из педагогов занимается детьми. То есть в нашей школе педагоги экспертного уровня, которые не только мотивируют детей, но ещё и дают им этот толчок, что даже когда у тебя вроде как не должна была зародиться идея, она у тебя зарождается, и ты понимаешь, что она работающая идея. Это очень важно для детей подкреплять что-то результатом. То есть каков был результат. И, конечно же, помимо открытых пространств, это технология, которая есть в любой школе, должна быть, по крайней мере. Поэтому мы опять-таки возвращаемся к вопросу оборудования. Оборудование в школах должно быть современное, которое позволяет детям в том числе на определённую задачу сократить время её реализации, скажем так. Вместо того, чтобы пойти в библиотеку, которая у нас тоже есть, они быстро в интернете могут найти какую-то нужную информацию и вывести её на интерактивную доску. Тот же доклад или какой-то реферат, который они могли сделать. Это очень быстро делается и сокращает время. Соглашусь с Ириной. Добавлю ещё, что очень важно развивать аналитическое мышление. Развивается за счёт того, что хорошо организованное место, оно помогает анализировать взаимосвязи предметов, возможности её трансформации, делать выводы. И это как раз способствует развитию критического мышления в том числе. И плюс вот эти все креативчики, которые сейчас есть в школах, которые привлекают детей, располагают, они вызывают у них любопытство, помогают исследовать этот мир и создавать что-то новое. Классно. Даже нечего добавить. Когда речь заходит о создании идеального пространства для работы, важно не только, каким вы его создаёте, но и чем вы его наполняете. И здесь на помощь приходит компания Комус. Вы наверняка знаете её по товарам для офиса. От ручек до принтеров. Но вообще Комус – это комплексный поставщик для любого бизнеса. Если нужна мебель, техника, медицинские товары, продукты, то в Комусе всё это есть. А ещё в Комусе огромный выбор сервисов. От обслуживания принтеров до бронзирования товаров и индивидуального пошива спецодежды. Если вы в поисках поставщика предметов для функционирования бизнеса, помните, Комус – это не только констовары. Переходите по ссылке в описании подкаста и убедитесь в этом сами. Давайте перейдём к здоровью. Очевидно, что долгое сидение за партой негативно влияет на здоровье учеников. Какой должна быть мебель в классе, чтобы снизить нагрузку? Может быть, вне класса? Сейчас популярна мебель регулируемая. Парты, стулья, они регулируются по высоте для того, чтобы снизить нагрузку на поясницу, на позвоночник и тем самым не травмировать осанку ребёнка. Мы в этом году запустили собственное производство школьной мебели, Комус-школа так и называется. Эта мебель, она в том числе регулируется по высоте и соответствует санитарным правилам. Есть правила, в которых прописано, при таком-то росте ребёнка должна быть такая высота стула, такая-то высота стола. И очень важно, чтобы прорези, которые находятся в самой парте, чтобы они регулировались соответствующим образом. Но в целом это самое главное. Плюс я бы ещё добавила освещение. Это тоже важно для того, чтобы дети не горбились, для того, чтобы им было удобно и их глаза также не перенапрягались. И также важно, чтобы не было слишком много этой мебели, чтобы ребёнку было удобно двигаться, он мог поменять положение в зависимости от той задачи, которую выполняет. А прорези в партах, вы сказали? Ну, там же регулируется по высоте, это специально, да. Отверстия технологические, которые помогают регулировать по высоте. Да, 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 всё верно. Ну и плюс ещё, чтобы не сидели друг на друге, да? Конечно, это очень важно. Было пространство для одного ребёнка. Ну, даже мы сидим, ведь нельзя сидеть долго в одном положении, тело затекает, и дети тоже сам, чтобы они могли подвинуться, повернуться. И плюс, опять же, задачи разные. Сейчас это не просто дети сидят и что-то пишут или читают, а происходит много проектной работы, групповой работы. Важно, чтобы было удобно. Чтобы места хватало. Конечно. Окей, хорошо. В школах часто активно делают капремонты. Существует ли специфика выбора цвета для образовательных пространств? Какие цвета стоит выбирать? Вот я слышал, в моё время очень часто говорили, да и школу вообще красили внутри в зелёный цвет. Ну, прям такой он, причём был достаточно кислотный. Кислотный. То есть, внизу краска, сверху побелка. Вот эта вот история вся. Оно всё верно, потому что светло-зелёный считается на психологическом уровне, что это самый благоприятный цвет с точки зрения расслабления ребёнка и его снятие напряжения. И сейчас не только стены, да как вы говорите, да, что стены были кислотно-зелёные. Конечно, кислотного не нужно, но если берётся зелёный цвет стен, то и в интерьере, в мебели тоже используют цвета. И вообще сейчас школы, как крупные дизайнерские компании, имеют свои брендбуки и полностью обустраивают учебные кабинеты в соответствии с теми требованиями и цветами, которые есть. Класс. У вас в школе как обустройство? Как вообще вы выбираете дизайнерские какие-то, ну, как уже было сказано, брендбуки, какие-то вещи? Как вы распределяете их по этажам, по классам? У нас есть определённые цвета, которые мы выбираем по брендбуку, но мы выбираем, допустим, более спокойный цвет стен, но немножко элементов яркого декора. Там, допустим, это какие-то пуфики могут быть, диванчики. В целом у нас довольно-таки спокойные цвета, потому что, опять-таки, перейдём к направленностям нашим. У нас разные направленности есть. Соответственно, чем-то ярким перенасыщать современное оборудование, плюс ещё яркие цвета стен делать, это вообще долго там в кабинете не просидишь. А вот, допустим, 10-11 класс у нас учатся иногда и до 6 вечера, поэтому мы понимаем, что, да, пространство учебное должно быть немножко в нашем образовательном учреждении спокойным. Потому что у нас перенасыщение идёт всё-таки с помощью оборудования, интерактивных досок, и они там и так всё время насыщены, наши дети, всякой разной информацией. Мне ещё кажется, вот если сейчас сказать, вспомните свою школьную парту, каждый из нас представит одну и ту же парту. Потому что раньше всё было одинаково. Сейчас я могу сказать, что вообще очень сложно унифицировать. То есть приходится, ну, какие-то решения мы, конечно же, создаём, но каждая школа, она уникальна. Как правило, это индивидуальный заказ, индивидуальные цвета, формы. Поэтому мы в определённый момент ввели в штат дизайнеров для того, чтобы можно было подстроиться под каждого партнёра. И вот этот индивидуальный подход, он как в образовании, так и в компаниях, которые помогают обеспечивать это образование. Классно, классно. У нас есть зона, где мы выделяем, потому что яркие цвета, они приводят вас к хорошему аппетиту. Это уже научно доказано, да, чем ярче цвета. Поэтому многие компании общепитые используют салатовые цвета, зелёные. Мы знаем такие именитые компании. Вот. И тем самым, конечно, вот эти зоны, значит, нужно было выделить. Мы тоже такие зоны выделяем. Это зона обеденная, зона библиотеки у нас спокойная, потому что, опять-таки, мы понимаем, что дети приходят почитать. Поэтому библиотека, она у нас такая тоже сдержанная довольно-таки. Ну, вот зона робокласса, она у нас такая в оранжевых цветах, потому что там большие такие станки стоят со сварочным аппаратом. То есть там, конечно, у нас так всё ярко и довольно-таки по-инженерному прямо. Чтобы возбуждать внимание. Внимание в том числе, да. Но, Ирина, насколько я помню, у вас в школе библиотека тоже необычная. Там нет стеллажей классических. Такая более расслабленная атмосфера, она более домашняя. Да, 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 вот такое ощущение. Да, она очень комфортная, и в библиотеку хочется зайти, почитать. У нас есть определённые цели под каждый кабинет, чтобы ребёнок максимально комфортно себя чувствовал. Опять-таки, тоже перейдём к вопросу здоровья. Для того, чтобы ребёнок хорошо, комфортно и был здоровым в школе, обязательно важно зону отдыха правильно организовать. Зона отдыха – это просто must-have всех школ, потому что ребёнок за партой, естественно, устает. Вот, но зона отдыха должна быть максимально комфортной для здоровья ребёнка. Плюс проветривание помещения, улажнители воздуха – это если необходимо. Вот давайте поговорим про зону отдыха, раз уж мы затронули тему. Какими вообще должны быть зоны отдыха для детей? Какими должны быть коридоры школьные? Какими должны быть те зоны, про которые мы с вами сказали уже, столовая, библиотека? Какие там, может быть, уголочки, чтобы ребёнок… Ребёнок… Дети же все разные. Кто-то хочет и должен социализироваться, а кому-то, наоборот, нужно перед уроком сконцентрироваться, уйти в себя и куда-то спрятаться. Вот как оборудовать эти зоны для всех? У нас в каждой зоне отдыха есть столы-трансформеры, потому что дети могут съесть в большой команды за настольные игры, потому что у нас там тоже оснащена зона отдыха обязательно настольными играми. Обязательно должны быть растения живые, потому что это очень важно. Они все у нас такие большие красивые деревья зелёного цвета. И пуфики, чтобы они могли расслабиться всё-таки в этом моменте. На каждом этаже у нас стоят кулеры с водой. Это обязательно питьевой режим. Ребёнок должен соблюдать для здорового образа жизни. Также по опыту могу сказать, что очень много школ добавляют к этому интерактивное оборудование, например, интерактивные столы для того, чтобы можно там прям, ну, устанавливаться по ООО. Образовательные игры, которые позволяют в игровой форме получить такую лёгкую информацию, посоревноваться, проявить лидерские качества. Плюс используются настольный теннис, настольный футбол, вот такие игровые формы. В том числе, ну, вот уже говорили PlayStation, VR в зоне отдыха. Вы говорили коридоры. Сейчас их называют рекреации. Да, зону рекреации. Да, очень такое. Слово уже располагает, хочется туда прийти. Вот, и как раз в школе Дмитровской очень интересная концепция. Зон, деление зон взрослых и детей. Ирина, расскажите. Да, у нас есть наша большая учительская, куда заходят только учителя, понятное дело. Но есть и отдельное. На пятом этаже у нас такой закуточек, очень интересный, где только могут находиться ученики. То есть учителя туда не имеют права заходить. Естественно, всё под присмотром, но тем не менее... Это как был день самоуправления, день учителя. Да, да. Так у нас уголок самоуправления, да? Да, да. Там ребята как раз-таки могут у диджей себе музыку поставить, что-то поиграть в какие-то свои игры, почитать всё, что они хотят. Но они знают, что эта зона, это зона для учеников. То есть там учитель не пройдёт? Нет. Такая зона внутренней безопасности детей? Да. Личные границы. Личные границы выстраивания. Это очень круто, что такие вещи вообще начали соблюдаться. Об этом вообще начали задумываться. Не только в интернете об этом говорят, а ещё и в жизни это воплощают. Потрясающе. Потрясающе. Хорошо. Давайте вернёмся к безопасности. К вопросу безопасности. Какие технологии могут помочь сбалансировать открытость пространства? Ну, как вот вы говорили, то, что бывают прозрачные стены у классов. И с необходимостью защиты детей в условиях современных угроз. В том числе современные угрозы, как мы уже затронули, то, что личное пространство, буллинг, насилие, ну, или вообще экстренные ситуации какие-то. Тема безопасности, она очень насущна. И недавно Минпросвещение выпустило ряд методических рекомендаций для всех видов образования, для школ, для вузов, для колледжей свои рекомендации, начиная от информационной безопасности, медиапезопасности, в том числе антитеррористической безопасности, о том, как это внедрить, как это улучшить в каждом типе образовательного учреждения. Но в целом регламентируется это всё 804 приказом. Само оснащение, вот все школы, они оснащаются по 804 приказу. Там уже прописано, что должно быть для того, чтобы зона была безопасна. Это стандартное видеонаблюдение, это турникет, это металлодетектор. Помимо этого используются различные тревожные экстренные чемоданчики, которые можно... Вот у нас на работе, например, на каждом рабочем месте есть экстренный чемоданчик. Такие же чемоданчики, на мой взгляд, нужно интегрировать и в школы для того, чтобы в случае происшествия какого-либо плана, надеюсь, пожарной безопасности, у ребёнка был этот экстренный набор. Ну, также современные технологии позволяют устанавливать программное обеспечение на телефоны, на смартфоны для того, чтобы родители и руководство школы могли следить и контролировать ситуацию. Да. Да, полностью согласны, да? Всё, что я перечислила, да, у нас в школе имеется. И плюс ко всему, очень удобное у нас приложение такое есть, ну, московское, скорее всего, все его знают, Мэш, когда видно, когда ребёнок заходит в школу, и когда он выходит со школы. Это тоже такое... Мне вот как маме это очень удобно. То есть я вижу, что ребёнок вышел из одного корпуса, перешёл в другой корпус, и когда он подходит к турникетам, он прикладывает карточку, и сразу видно, что такой-такой-то ребёнок зашёл в школу. Для родителей это прям крайне удобно. Это не только для родителей, это ещё для учителей. Потому что, помните, в наше время учителя запрещали иногда выходить из школы во время перерывов, ну, по крайней мере, у меня так в школе было, во время больших перерывов между уроками, ну, то есть там один или два урока, некоторые учителя запрещали школьникам выходить. Потому что они говорили, пока ты не дома, пока ты не ушёл из школы официально, я за тебя отвечаю. Вот. Поэтому такая вот система, как вы сказали, как она называется, Mesh? Mesh, да. Mesh. Она, да, действительно очень классная и помогает снять ответственность с учителя, успокоить его и не давить на ребёнка, что, мол, ответственность за твою жизнь, она лежит исключительно на мне, ни на себе, ни на ком-то ещё. Да, это обязательно. Плюс ко всему по правилам безопасности у нас ни один ребёнок не может покинуть просто так школу. Это обязательно либо с заявлением родителя, или если там просто заболела голова, то тоже это только с разрешением администратора нашего корпуса, опять-таки с разрешением родителя. Ну и, конечно же, безопасность – это, прежде всего, тренировочные моменты. Это никто никогда не отменял. Раз в месяц в нашей школе проходят тренировочные эвакуации по правилам безопасности, где дети уже учатся правильно это делать под руководством нашего отдела безопасности. Ну, в общем, тренировка и эвакуация – всё стандартно. Всё стандартно. Круто. Мы уже третий раз пытаемся затронуть систему прозрачных стен, но никак вглубь не уйдём. Давайте поговорим про прозрачные стены. Мне просто дико интересно. Я когда их увидел из прозрачной стены, я подумал «Вау». Потом подумал «Хм, ну, ты сидишь в классе и на тебя со стороны смотрят, как в аквариуме. Ты себя, наверное, чувствуешь не очень уютно». А потом мне объяснили. Я спрашивал «Зачем вообще здесь нужны вам прозрачные стены?» Мне говорят «Ну, это возбуждает интерес у тех школьников, которые проходят мимо вот этих вот классов, как правило, лабораторные классы с прозрачными стенами. И плюс ещё они увеличивают пространство, дают больше света, ученикам удобнее в лабораторных классах учиться». Скажите, пожалуйста, всё ли так? Или, может быть, что-то ещё я упустил? Всё так. Конечно же, это прежде всего естественный свет, который просто показан нашим глазам. Плюс ко всему это, опять-таки, вернёмся к вопросу безопасности. Педагог всегда держит своих учеников под контролем и видит, что во внешней среде происходит. У нас в каждом классе стеклянные двери. В каждом классе. А, в каждом? Да, в каждом классе у нас стеклянные двери, кроме медиастудии, потому что там звукоизоляция такая специальная сделка. Ну да, очевидно, не очень комфортная. И отдельные классы, где они абсолютно полностью прозрачные, там даже стены тоже прозрачные. Мало того, что проходящий ученик побуждается к интересу, что происходит в этом классе, плюс ко всему ребёнок учится себя контролировать. То есть, помните, в нашем случае это всегда была ворона на веточке, которая сидит, и ты на него вот так вот смотришь из окна. И слушаешь не педагога, а смотришь на эту ворону. И делаешь вид, что ты слушаешь педагога. На самом деле, здесь тоже концентрация внимания идёт. Ты первый урок можешь отвлекаться, второй урок, третий урок ты будешь концентрироваться на своём занятии. Это обязательно. Потому что сейчас, во взрослой жизни, мы понимаем, что с большим потоком информации, когда ты сел за одну задачу, тебе бесконечно могут в мессенджерах прилетать сообщения, и ты постоянно можешь отвлекаться. Здесь мы тренируем детей к тому, что если есть задача, мы ни на что, ни на какую внешнюю среду не отвлекаемся. Мы идём к решению этой задачи. И дети к этому приучаются, потому что, опять-таки, мы инвестируем в будущее, наши знания, поэтому это очень сильно спасает их. Это раздел тайм-менеджмент, это уже к другому мы перейдём. Вот какая серьёзная история. Вот какую серьёзную историю вы воспитываете. Слушайте, классно. Я об этом даже не задумывался почему-то. По поводу того, что концентрация внимания при большом объёме внешних шумов. Конечно, и сейчас на всех современных профессиях есть большой поток информации и вообще внешний. И плюс ко всему, когда ты работаешь в коллективе, каждый раз тебя дёргают, говорят, что давай это сделаем, давай это. А ты говоришь, окей, подожди, я наделаю свою задачу, а потом только. Но это ты должна быть натренированность к этому. Либо ты распыляешься, либо ты сосредоточен на одной задаче. Расставление приоритета. Абсолютно точно. Слушайте, потрясающе. Да, я когда сама первый раз попала в OpenSpace, и нас было 60 человек, я помню первое время, насколько было сложно сосредоточиться на своих задачах. Ну а потом со временем ты привыкаешь, действительно адаптируешься. И сейчас, когда я погружаюсь, меня вообще ничто не беспокоит. Я не слышу вообще, что люди говорят. Нужно обязательно назвать меня по имени, тогда я только очнусь. Триггер сработает. Да, и вообще ещё хотела добавить, предположить, что почему дети реагируют на эти открытые стены более легко, потому что в целом дети сейчас, они более открыты, они в онлайне. Я вижу, как дети фотографируют себя на телефон для своих друзей, для соцсетей, и понимаю, что они делают это вообще, не беспокоясь о том, как они сейчас выглядят, есть ли у них второй подбородок и так далее. О чём переживали мы в своё время, вспомните, да, потому что они появились, когда мы уже были в определённом возрасте, нам хотелось выглядеть лучше, чем мы есть. И во многом, ну, все люди к этому стремятся. А это поколение, оно просто является самой собой. Ну, это моё такое ощущение, то, что я вижу со стороны, когда иду по городу, еду в общественном транспорте. Поэтому я думаю, что прозрачные стены их не пугают, как пугают нас. Да, вполне вероятно. Вполне вероятно то, что они по-другому к этому относятся. Всё верно. Скорее всего, это воспринимают даже как дар, как какой-то подарок. Свобода, лёгкость. Свобода, да. Ну, свобода – это ещё свобода мышления, да, когда ты в закрытом пространстве, мысли не так хорошо к тебе приходят, когда ты в открытом пространстве, и тебя ничего не ограничивает свобода о том, как ты думаешь, какие-то идеи у тебя появляются. И это опять креативность, да, определённая. Поэтому это очень спасает нас. Заговорили про креативность, про свободу мышления с нынешнего поколения, молодого поколения. Давайте тогда вот заключительную историю в дополнительных зонах с вами уточним. Какие креативные пространства могут быть в школе, помимо библиотеки, красивой столовой, может быть, музыкальный класс какой-то особенный, художественный класс, какой-то необычный актовый зал? В нашей школе это одно из самых любимых мест наших детей, это Рил Студия, где они записывают... Рил Студия? Да, у нас есть своя Рил Студия в школе. Да, она относится к медиа-классу. И там обычно ученики тоже могут записать свои Рилсы. То есть любой Рилс, там есть современное оборудование, очень качественное, хорошее, и, соответственно... То есть там, подождите, Рил Студия, это какое помещение? Мне просто очень интересно, как это выглядит. Помещение примерно сколько квадратов? 50 квадратных метров. 50 квадратных метров. Там, как в хорошей Рил Студии, стоят и стулья, и кресла, и всякий разный реквизит можно использовать. Освещение обязательно, да. То есть это лампы, либо это... И лампы, и суфлёр у нас. Вообще всё, что хочешь, всё, что нужно для Рил Студии. У нас она полностью оснащена 100%. И помимо того, что дети могут снять свои Рилсы, какие-то очень интересные, они ещё умеют пользоваться этим оборудованием. То есть они обучаются. Поэтому в медиаклассе. Свои новости записывают. У нас есть своя рубрика в гостях у Ксении Владимировны, наш медиабосс, который спрашивает и берёт интервью у наших деток. Они там обсуждают разные темы. Темы, касающиеся буллинга, комфорта в школе, здоровья, питания. Вообще всего-всего-всего, что волнует современного школьника и современных родителей. То есть это такая тоже своего рода обратная связь. Обратная связь, да. Это никакая-то не постановка. То есть мы предупреждаем педагога о том, что мы сейчас это ученика, возьмём на интервью. Класс. Приходят на интервью с большим удовольствием. Вот это свобода. Медиа-класс. Вот сейчас нас переселили, офис наш в медиа-класс, и там без конца дети ходят со своими камерами. То есть они понимают, что это оборудование дорогое. Они бережно к этому оборудованию относятся. Они снимают своих одноклассников, других учеников. Такое движение очень здоровое, позитивное. И, честно говоря, я немножко завидую, потому что думаю, вот мне бы в моём девятом классе дали бы такую камеру, а я очень любила снимать. Для меня медиа-то было что-то с чем-то. То есть тогда появились всякие разные монтажи на компьютерах. И я вот любила какие-то фильмы для класса сделать. И такие, ой, здорово, какой классный фильм получился. Но вот в моей молодости, если бы такое было, было бы очень здорово. Да, в нашей молодости были только газеты школьные, которые никто не видел в глаза, да? Да. В основном, это тоже такая была. Стен газета. Стен газета, да, которую все знают, что она есть, но о чём там пишут, никому интереса не было. Был там какой-то ответственный, и всё. И плюс ко всему педагог, который также горит своим делом, как и ученики. Ни одна креативная, скажем, атмосфера не может жить без креативного педагога. Это очень важно, потому что он сам горит своим делом. У нас Михаил Иванович, который очень любит медиатон свой и с детьми участвует во всех конкурсах. Это, конечно, нужно отдать должное. Это педагоги такого хорошего экспертного уровня. На самом деле, и сама стратегия, концепция вашего руководства тоже. Потому что, когда мы с вами пришли, вы показали медиа-студию вашу, вы отметили, что вот эта комната, она пользуется большой популярностью, надо её расширять. Опять, да, к вопросу того, что детей слышат, наблюдают, им важно. То есть они видят, что вызывают интерес, значит, этого должно становиться больше. Да, директор нашей школы, к счастью, очень современная женщина. Она прям горит новыми идеями и всегда открыта к коммуникациям. То есть для меня было большое открытие, что в муниципальной школе может быть такой классный директор. Да, это очень важно, когда руководящий состав горит своим делом, когда ему действительно интересно то, чем он занимается, то, чем занимается его подчинённый, а не просто он сидит, отбывает свой номер. Это очень важно. Я абсолютно с вами согласен. А помимо других зон, которые я видела, это есть кинотеатры и живые уголки с аквариумами, либо террариумами, либо оранжереи. И что интересно, создание таких пространств, оно тоже объединяет учеников. Это создаётся проект, например, кинотеатр. Дети совместно с учителем создают проект по созданию кинотеатра. Соответственно, дети, они объединяются в команду, у них появляется лидер, который курирует, как они организуют эту зону, как они её украсят, кто будет отвечать за попкорн. Очень круто. И также с оранжереями, они прям прописывают, проводят опросы, какие цветы или каких животных вы хотели бы видеть. И через проектную деятельность, через коммуникации и проявление своих личных качеств, в том числе и лидерских качеств, создаются такие пространства. Ну, у нас в каждом направлении есть такой уголок. Вот, допустим, в медицинском направлении есть ферма, где они что-то скрещивают без конца и края. То есть в 7 вечера я могу уходить с работы и видеть, как дети в этой ферме что-то скрещивают со своим педагогом. У них куча пробирок. И они... А что за ферма? Уточните, пожалуйста. Ферма, где они, допустим, могут там, свеклу с капустой скрестить и что вырастить. Аграрная ферма. Да, да. Они наблюдают за этим, ведут дневники наблюдения и, конечно, вместе с педагогом участвуют во всех проектных работах нашего города. А что по поводу актового зала? Какой-то он особенный. Может быть, у вас есть какие-то актёрские курсы или что-то типа того? Да, у нас есть актёрский курс. Вот недавно к нам приезжала с мастер-классом актриса кино Анастасия Дюфякина. Рассказывала детям и проводила определённый мастер-класс по ораторскому искусству. Рассказывала, что ораторское искусство важно в любой профессии. Будь ты доктором, будь ты предпринимателем или ведущим. Соответственно, это в любой профессии важно. Актовый зал у нас построен тоже современно. Ну, когда я пришла в нашу школу, я удивилась. Там современная мебель, естественно, проектор. Всё для качественной записи звука и трансляции. Всё сделано прямо на высшем уровне. Супер. Давайте спроектируем идеальное учебное место для детей, которое находится на домашнем обучении. Что вообще должно включать в себя домашнее обучение? Ну, с точки зрения программы, здесь, наверное, больше Ирина сможет подсказать. С точки зрения организации своего места, это, конечно же, удобный стол и кресло. Это быстро работающий компьютер, ноутбук, защищённый браузер и хороший антивирус. И что бы я ещё сюда добавила от себя, это напоминание на телефоне, которое будет напоминать ребёнку отдыхать. Всё-таки это важно. Иногда встать, расслабить глаза, пройтись. Вот. Это топ-3, который я бы выделила. Да, очевидно, потому что очень, наверное, велик соблазн, пока ты учишься, поиграть. Да, да, погружаются. Дети погружаются в процессы. Мы погружаемся, когда работаем, забываем просто иногда. Садимся, смотрим, 9 утра, моргнули уже 6 вечера. И дети тоже, учитывая вот те интересные форматы, которые сейчас, обучение, иногда можно забыть, просто отдохнуть. Я абсолютно согласна с Ниной, потому что у нас есть партнёр как раз-таки по домашнему обучению. Важно очень, чтобы ещё комната, где занимается ребёнок, хорошо проветривалась. Это одно из главных показателей, потому что без кислорода наш мозг работать совершенно не может. Помимо кислорода ещё обязательно питьевой режим, потому что вода и воздух это то, из чего вообще мы состоим, и это максимально важно. Продуктивность ребёнка будет лучше, если питьевой режим он не нарушен. То есть всегда, если ребёнок находится на домашнем обучении, стаканчик воды рядышком, когда он в свободном доступе может попить эту воду. И плюс ко всему неотвлекающие моменты, потому что почему-то родители, которые детей обучают на домашнем обучении, которые подключаются к каким-то педагогам, а это происходит в игровой комнате. игрушки, они всегда отвлекают ребёнка. То есть это должен быть такой кабинетик, где нет отвлекающих моментов. То есть если мы говорим про открытое пространство, и вот это здесь отличается, потому что в открытом пространстве есть всегда педагог, который включает ребёнка обратно в занятия. А в онлайн-режиме это очень тяжело сделать, потому что игры, которые играет ребёнок, они всегда рядом с ним. И если он в занятиях, то педагогу очень тяжело будет включить его в игру, потому что тут приоритет его игрушка, на которую он всё время отвлекается, или же педагог. Конечно, игрушка будет в приоритете больше. А здесь, конечно, максимально должно быть, не должно быть лишних предметов. Ребёнок, компьютер, соответственно, необходимая техника, проветривание, вода. Это вот всё, что необходимо ребёнку. И освещение. Да, я хотела как раз добавить, что всё-таки ещё уединиться, чтобы вот если есть ещё домочадцы, помладше, которые могут отвлекать ребёнка, очень важно, чтобы устранить этот шум, и чтобы был свет. Это не в коморке где-то, а всё-таки в нормальной комнате с нормальным освещением. Был эксперимент даже в таком небольшом детском саде, который мы тоже проект ввели, в группе, где дети спали и играли, там проводились ещё занятия. И педагоги приходили, говорят, с ними невозможно там проводить занятия, потому что они постоянно отвлекаются на свой быт, к которому они привыкли. Поэтому им сделали отдельную комнату для класса, где они занимались. И тогда показатели их результатов улучшились гораздо. То есть это тоже важно, чтобы это было какое-то другое, чтобы ребёнок понимал, он перемещается сейчас туда, и там он учится. А перемещается в другую комнату, там он спит, играет, и там на кухне, грубо говоря, обедает. У нас же так с вами не бывает, что мы в одном месте и кушаем, и работаем, и отдыхаем. Ну, в пандемии, может быть, и было так. Но во всяком случае это не есть хорошо. Но как раз это важно, чтобы не размывались границы. И вспомните, когда была пандемия, многие от этого и страдали, что не ощущали отдыха, потому что дом стал и местом работы, и местом отдыха. Поэтому я соглашусь с Ириной, здесь очень важно, чтобы чётко была разделена рабочая зона и зона отдыха. Поэтому многие себе оборудуют либо кабинет дома, либо, когда такой возможности нет, они идут в офис. Здесь примерно то же самое, такая же история, да, ни в коем случае рядом с кроватью и не надо ставить компьютер. Лучше как-то отделить эту зону визуально. Может, там, шторку повесить, какую-то, не знаю, какую-то перегородочку сделать. Ну, сейчас много разных идей. Можно стеллажом, там, с книжками, да, отделить, понять, что это учебная зона. То есть решений очень много. Как раз к комусу можно с этим обратиться. Комус может предложить кучу решений в этом плане, да. Стеллаж поставить, стол, парту точнее приобрести также в комусе, стульчик, освещение себе любое, под любым углом, под любое настроение. Также можно все это приобрести в комус. Да, наш слоган в этом году «Комус» не только констовары, а у нас местный слоган именно направления образования, которым я занимаюсь, это «От карандаша до робототехники». Ого. Поэтому у нас есть все. Вот так вот красиво мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Ну что ж, спасибо большое вам за интересную беседу. С вами был подкаст «Зоня комфорта» от компании «Комус». Меня зовут Виктор Владимиров, в гостях были Нина Бойко, руководитель направления образования в компании «Комус» и руководитель проекта по стратегическому развитию школы «Митровский» Ирина Маркелия. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»